Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на передачах, где мы знакомимся с шедеврами изобразительного искусства. Одним из величайших гениев искусства, Титаном Возрождения, считается Микеланджело Буонаротти, а точнее Микеланджело де Франческо, Денери, Деминиата, Дель Сера и Людовико де Леонардо де Буонаротти Симони. Его творчество приходится на конец 15-го, первую половину 16-го столетия. Он был современником и соперником величайших художников – Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти. Но его творчество обладает яркими индивидуальными чертами, которые выделяет Микеланджело из всех. Уже в ранние годы Буонаротти приобрел не только художественную, но и скандальную известность благодаря своему взрывному характеру и неуживчивому нраву. Он не терпел соперников и считал равным себе единственным конкурентом только самого творца. Микеланджело, как и многие его современники, обладал разносторонними дарованиями. Он был художником, воятелем, архитектором и одним из лучших поэтов своего времени. Но выше всех других искусств Буонаротти ценил скульптуру, считая ее божественным ремеслом. Основываясь на библейской версии создания бога Мадама из глины, он рассматривал Господа как первого скульптора, а искусство вояния – как первое и главнейшее из искусств. Микеланджело говорил, «Мне всегда казалось, что скульптура – свет от живописи, и что между ними та же разница, что между солнцем и луной». О превосходстве скульптуры над другими видами искусства он рассуждал и в своей поэзии. «Недаром жизнь сама нам повелела первейшим из искусств считать вояние. Оно неистащимо на дерзание, имея с грубым материалом дело. Бусть воски, глини или камни тела ему не угрожают увядания, а памяти, обретшее чертание, дано к потомкам обращаться смело». Когда мастер задавали вопрос о том, как же он создает свои шедевры, он говорил, что скульптуры изготовляются очень просто – нужно взять камень и отсечь от него все лишнее. Подтверждая мысль о том, что в материале уже заранее заключается будущий образ, он писал в собственных стихах, обращаясь к поклоннице своего творчества. Когда о Донна истинный воятель фигуру сотворяет, от глыбы отсекает все лишнее резцом, чтобы вырвать мысль из каменных объятий. Становление будущего гения происходило в творческой атмосфере Флоренции, управляемой герцогами из династии Медичи. Сам герцог Флоренции великолепный, распознал его талант и приблизил ко двору, где в знаменитых садах Медичи юное дарование получал образование и оттачивал свое мастерство. А друзьями юности Микеланджело стали Джованни и Джулиано Медичи, сын и племянник правителя, будущие римские папы Лев X и Климент VII. Чтобы добиться максимальной достоверности в изображении человеческого тела, 15-летний юноша каким-то образом сумел договориться с настоятелями одной из флорентийских церквей Николы Бачилини и получил от него разрешение на изучение трупов в Поконницкой монастыря. По крайней мере, такие сведения Микеланджело сообщает его ученик, друг и биограф Джорджа Вазари. Таким образом, он оказался первым скульптором, начавшим изучать анатомию для собственного профессионального роста. Не все ранние работы молодого гения сохранились до наших дней, но и по тем, что мы располагаем сегодня, можно проследить, как быстро креп его талант и оттачивалось мастерство. Однако подлинным шедевром стало созданное молодым Микеланджело скульптурное изображение богоматери, держащее мертвого Христа на своих коленях – пьета с итальянского оплакивания. Римская пьета Микеланджело – первое изображение мертвого тела в скульптуре Возрождения. Смерть показана мастером реалистично, но она не выглядит безобразной или отталкивающей, как, например, бывало в готическом искусстве. Ориентируясь на античность, Микеланджело считает человека венцом творения и всю свою творческую жизнь старается изображать только прекрасное. Его убеждение в том, что искусство должно отображать лишь красивое, нашло отражение не только в фигуре мертвого Христа, но в большей степени в образе оплакивающей его Богородицы. Не сразу обращаешь внимание на то, что художник намеренно идет на нарушение жизненной правды. Тело Мадонны гораздо мощнее, чем тело, лежащего у нее на коленях Иисуса. Кроме того, она слишком молода для 33-летнего сына. Однако от внимания зрителя это ускользает, так как его завораживает удивительное лицо Марии, которое поражает красотой и одухотворенностью. Ни одна морщина, ни одна горькая складочка не искажают его. Она божественна совершенно. Кстати, эта скульптура оказалась единственной, на которой мастер оставил свой автограф. Как пишет нам в Азаре, сам Микеланджело был очень доволен своей работой и частенько заходил в капеллу, где поместили его пьету, чтобы любоваться ею. В одной из таких посещений он вдруг услышал, что некие приезжие восхищаются статуей, но в качестве ее автора называют Гоба из Милана. В эту же ночь раздосадованный воятель вернулся к своей работе и молотым резцом выбил на ремне, опоясывающем тело Богородицы надпись на латыни «Микеланджело Бонаротти флорентиец» исполнил. Зрелость Бонаротти, как скульптора, со всей очевидностью проявилась в созданной им скульптуре библейского персонажа Давида. К этому образу часто обращались мастера Возрождения и до Микеланджело, изображая совсем юного героя, уже одержавшего свою главную победу. Микеланджело же решает изменить сложившуюся традицию. Он высекает из пятиметровой мраморной глыбы исполина, только готовящегося к бою. Это отнюдь не мальчик, а муж в полном рассвете жизненных сил. С потрясающим реализмом, недоступным его предшественникам, мастер высекает тело Давида, причем знание законов линейной перспективы заставляет его несколько нарушить пропорции извояния. Понимая, что зрители будут смотреть на гигантскую статую снизу вверх, он несколько увеличивает и утяжеляет верхние части тела, которые в ином случае казались без зрителю непропорционально маленькими. Вазари писал, что скульптура Давида отняла славу у всех статуй современных и античных, греческих и римских. Восхищенные флорентийцы видели в этой статую символ борьбы Флоренции за свободу и независимость врагами республики. Гений Микеланджело оценили не только земляки. В 1503 году его приглашает на работу Ватикан Папа Римский Юлий II. Начинается следующий период жизни и творчество Титана Возрождения. О чем я расскажу вам в следующем сюжете. А теперь постарайтесь ответить на вопросы. Первый вопрос. Какая скульптура Микеланджело оказалась единственной подписанной автором? Вопрос номер два. Какая скульптура Микеланджело стала символом Флорентийской республики? И третий вопрос. Какая герцогская династия повлияла на развитие молодого Микеланджело Бонаротти? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова